Приветствую, меня зовут Сокол и я хотел приурочить этот топ к забугорному празднику под названием Хэллоуин Но видимо не судьба, я просто не успел, потому что месяц у меня был очень насыщенный Я то в Москву на Комикон катался, то с народом на Ава Экспо встречался Но тем не менее я все же выпущу этот топ Че, я зря работал что ли? Это топ 5 жутких фильмов для детей Моя личная подборка Топ от Сокола Все уже давно задаются вопросом Сокол, когда на твоем канале наконец появятся ужастики? И увы, но сегодняшний топ опять не про них Сегодня я собрал фильмы, которые могут быть жуткими для ребенка Но хотя на первый взгляд нет Ну некоторые фильмы в этом топе были жуткими только для меня Я был очень трусливый ребенок Также в выпуске встретится фильм, который точно не для детей Но с виду он выглядит именно так Ну а прежде чем мы начнем, сначала спонсор всего этого бардака Рекомендую подписаться на шикарный канал, посвященный играм и не только Пиксельный мир На канале вас ждут отличные обзоры, оформленные как музыкальные клипы в стиле рэп и рок Они пытались забрать все самое святое Но ты держался до конца, боролся с этим устоем А также простые разговорные обзоры За девушкой охотятся представители силовых структур и зловещие тайные агенты И даже обзоры в стихах имеются Имперцы схватили без разбирательств, приписав море несмертных предательств А еще обзоры инди-игр, новости, прохождения, топы и прочие ништяки Канал очень выделяется большим разнообразием и оригинальностью контента Пиксельный мир Мы больше, чем пиксели на твоем мониторе Подписываемся, ссылка в описании и по аннотации Поехали! Бесконечная история Это настолько чудесная сказка, что когда я в первый раз ее посмотрел в детстве Мне казалось, что она мне приснилась Страна-фантазия для меня была чем-то великолепным Чем-то неземным и чем-то радужным Оттого мне становилось действительно страшно Когда черное ничто начало поглощать столь великолепное место Но еще страшнее мне сейчас Потому что чем я старше становлюсь Тем больше понимаю, что ничто победило Моя фантазия уже практически не работает А ведь так хочется иногда просто помечтать Это я отвлекся маленько В основу сюжета легла детская повесть, написанная писателем Михаэлем Энде В 1979 году Фильм повествует о мальчике, который читает книгу Об этой самой стране фантазия Но чуть позже он понимает, что именно от него зависит судьба Этой волшебной страны Да, сюжет очень интересный В нем пересекается реальность с вымыслом А главной мыслью является то, что мечтать, фантазировать Быть ребенком хотя бы в душе Очень даже хорошо Ну а что же такого тут жуткого, спросите вы? А то, что фантазия на первый взгляд Да и на второй весьма пугающее место Тут в наличии множество всяких странных существ Камниед, вот эти существа Огромная черепаха Морла Эти грозные сфинксы-убийцы Страшный оборотень Гморг Но самое жуткое Это ничто Ничто, которое пожирает фантазию Но не только это Самое чудовищное, что заставило меня пережить фильм Это смерть Артекса Коня главного героя книги Которую читает главный герой фильма Да, согласен, как-то странно звучит Артекс, тебя затягивает трясина Скорей, давай же Не стой, иди сюда Нет, не заставляйте меня это снова смотреть Ну же быстрее, Артекс Прошу, не сдавайся Прекратите уже издеваться Может кто-нибудь что-нибудь другое включить? Фух, ну это уже гораздо лучше Ладно, давайте следующее место Королина в стране кошмаров Помните кошмар перед Рождеством? Ох, а как я мечтаю забыть об этом Так, хватит уже! Так вот, тот мультик продюсировал Тим Бертон А снимал его режиссер Генри Селик Фильм Королина Это его рук дело Вы уже понимаете Насколько жутким может быть этот мультфильм В таком случае Даже без присмотра Тима Бертона Генри Селик создал поистине Забораживающий, пугающий и странный мир В который попадает главная героиня Как и все дети ее возраста Королина Так вот, Королина считает себя глубоко несчастной Поскольку родители вечно работают А ей попросту скучно Но однажды Королина находит потайную дверь в параллельный мир Где все с виду чудесное Но на самом деле далеко не такое Извинись Немедленно Ни за что Я считаю Всего до трех Раз Два Три И опять же Нас окружают образы Которые напугают Даже самого смелого ребенка Представьте себе Этот мультфильм Слегка под другую музыку Да-да Настоящий детский ужастик Готов О чем мы вообще говорим Когда даже не страшные персонажи Выглядят довольно пугающе Ну а сюрреалистичность всего происходящего Дополняет мрачную картину Этого кукольного мультфильма Анимация также работает на это Мы все любим пугаться Дети не исключение Поэтому ничего в этом такого нет Наоборот Мультфильм демонстрирует нам то Что счастье заключается в том Что нужно просто быть с теми Кто тебя И кого ты любишь Несмотря на их странности Все познается в сравнении Наша куколка Это тебе По традиции черные Но если предпочитаешь розовые Или может ярко-красные Или желто-зеленые Лабиринт Тут уж не знаю, что больше пугает Мир, населенный странными существами И наполненный чудаковатыми вещами Или же Дэвид Боуи В обтягивающих лосинах Да, это было очень странно Для детского фильма Взять Дэвида Боуи И практически в том же гриме В котором он выступал на сцене Запихать его в киноленту Интересно, а родители показывая фильм Лабиринт своим детям Не боялись того, что мужчина В облегающих лосинах Может как-то не так повлиять На малолетнюю психику Дэвид Боуи Не самый лучший образец Для подражания После этого не удивляйтесь Что ваш маленький сынишка Стал проявлять нездоровый интерес К губной помаде Ну, в защиту фильма Можно сказать, что Боуи Играет тут короля гоблинов Отрицательную роль И призван в основном пугать Он с этим справляется Если бы еще он не пел Было бы в разы страшнее А так он только все портит Своими выступлениями Ну да черт с ним Фильм и без того Полон сумасбродства И странных существ Его поставил Джим Хэнсон Автор Маппет Шоу Тоска зеленая Поэтому не удивительно Что в фильме полно кукол Которые вполне прекрасно Себе чувствуют Без компьютерной графики Картина стала последней Работой Хэнсона Он умер в 1990 году Тем не менее Картина продюсера Джорджа Лукаса Прошу заметить Это было еще до Говарда Утки Я тоже сперва не поверил Картина продюсера Джорджа Лукаса Провалившаяся в прокате Приобрела культовый статус Именно благодаря тому Что мне в ней не нравится Дэвиду Боуи Если исключить этот факт Перед нами весьма Интригующий мир лабиринта В центре которого Находится замок короля гоблинов Лабиринт населен Странными Жуткими Но забавными Существами А еще в нем полно Других интересных штук Которые порой Мне иногда напоминают Творчество современных художников Да уж Современное искусство Такое современное Ладно Картина немного полегче Предыдущих кадров Но все же Такие ландшафты Немного напрягают Фильм Лабиринт В котором полно Чудных тварей Необычных сюровых пространств А также Дэвида Боуи В лосинах Очень даже пугал В детстве Вот от этой сцены До сих пор Не по себе Кажется Я становлюсь умнее Пару пустяков Помогите Мне больно Хочешь Чтобы мы тебя отпустили Нет Та жуть Согласитесь Зато Фильм Открыл нам Актрису Дженнифер Коннелли Да-да Это она На главной роли Ведьмы Черт возьми Этот фильм Действительно Меня пугал До устрачки В детстве До тех пор Пока я не познакомился С ксеноморфом Ах Ну ладно Это и так все знают Шутка уже была раньше История заключается В том Что на свете Якобы существуют Ведьмы Это монструозные Существа Которые ненавидят Детей Но убивать Их они не могут Только заколдовать Чувствуете Насколько по-детски Звучит эта история Так вот Это настоящий Детский ужастик В полном смысле Этого слова Главный герой Это мальчик Который приехал С бабушкой На морское побережье Именно в том Отеле Где остановились Наши главные персонажи Проходит ежегодный Слет ведьм Англии Вот тут то И начинаются Приключения Нашего главного героя И его друга Ведьмы превращают В мышей Именно в таком Обличии Вынуждены действовать Наши персонажи И наверное Мне бы было не страшно Если бы не это Ну нахер Отец Ну ты видел Видел Господи Неужели эти твари Присутствуют В детском фильме Да Остальные картины Так или иначе Демонстрировали нам Пугающих существ Но все же порой Эти существа Были добрыми Милыми И даже забавными Здесь же перед нами Настоящие Отвратительные чудовища Уродливые Страшные И злобные Дэвид Боуи В обтягивающих лосинах Просто верх милоты По сравнению с ними Фильм оставляет Зрителя слегка В недоумении Вроде бы это Детская фэнтези Но этим монстрам Место в ужасах Поэтому возможно Эту картину Не очень хорошо Приняли зрители Но все же Этот фильм остался Одним из самых ярких Воспоминаний Моего детства В основном Потому что Это был один из Первых фильмов ужасов Что я увидел При этом То что я смотрю Фильм ужасов Для меня было сюрпризом Эдакий Нежданчик получился Примерно такой же Нежданчик Как и следующий Фильм в этом топе Но сначала Перед первым местом Я представлю вам Еще одного спонсора Ну а вы пока Повозмущайте Что Сокол опять Понапихал выпуск Дофига рекламы А также подумайте О том Что если бы не было Спонсоров То канал бы Вообще Загнулся Смотрим Шоу Кинопоиска И радиомаяк Под названием Полкино Помните? Я лично по нему Очень скучаю Представляю вам Передачу Где легендарный Петр Кланс Один из создателей Полкино А также по совместительству Знаменитый Актер дубляжа Бен Аффлек В исчезнувший Говорит именно его Голосом Выступает ведущим Проект под названием Синема Стар Идите на Такой-то фильм Отличный проект Как по мне Шикарно снятый И грамотно поданный Крайний выпуск Вы можете заценить По ссылке в описании А также по аннотации И на первом месте У нас картина Под названием Лабиринт Фавна Тихо-тихо-тихо-тихо Я знаю Что это спекуляция Потому что Фактически Фильм Не для детей Рейтинг фильма Р Что говорит о том Что его ни в коем случае Нельзя смотреть Ребенку Однако в те дни Когда этот фильм Демонстрировался В кинотеатрах Никто особо Не задумывался О том Что существуют Какие-то рейтинги Это же фэнтези Про девочку Которая попала В необыкновенный мир Пойдем Сходим С всей семьей Что в этом такого А что Убийство Кровь Насилие Постойте Но ведь это же Вроде бы сказка Картина получилась Настолько необычной Что некоторое время Люди не могли понять Что за жанр Перед ними После недели Проката фильма В Мексике Руководство кинотеатров Вынуждено было Помещать на плакаты Фильма Надписи Предупреждающие О насилии В картине Чтобы родители Не допускали К сеансу Своих маленьких детей В Малайзии Его так вообще Запретили Именно поэтому Я поставил фильм Лабиринт Фавна На первое место Потому что Картина Одновременно Является Как для детей Так и не Для детей Вот в чем Парадокс Да Именно такой Необычный Коктейль Создал Гильермо Дель Торо Человек Который Привык Воплощать Свои фантазии На экране Так как Никто Другой Будь то Мальчишеский Фильм О боях Огромных Монстров С огромными Роботами Или Будь то Мрачная Сказка Что дарил Нам Кинематограф Дель Торо После этой Картине Простыл Мастером По созданию Жутких Тварей Жаба Феи Бледный Человек Сам Фавн Жуткие И пугающие Твари Даже если Исключить Зверства Исходящие От людей То монстры Все равно Очень страшные Вообще Лабиринт Фавна Оставляет После себя Неизгладимое Впечатление Это Мрачная Пугающая Сказка Которая Тем не менее Очень жизненно И осмысленна Две линии Реальная И фантазийная Двигаются Сначала Параллельно А потом Тесно Переплетаются Между собой И в конце концов Соединяются Воедино Обойдемся Без спойлеров Потому что Если вы еще Не видели Этот фильм То посмотреть Стоит При этом Я бы показывал Эту картину Детям Не самым маленьким Конечно Но подросткам Такое даже Нужно смотреть Ой да Прекратите вы Нравственные Дилеммы Этого фильма Намного перевешивают Насильственную часть Фильм способен Изменить мировоззрение И натолкнуть На глубокие мысли Ребенку порой Тоже необходимо Хорошенько Испугаться Чтобы до него Дошло Что в мире Присутствует Не только Радужная И прекрасная Но и куча Гадости И только Духовно сильный Человек Способен Ей противостоять Превращая свой Собственный мир И мир своих близких В нечто Радужное И прекрасное Хотя я знаю Что я смухлевал Поставив этот фильм На первое место Ведь он далеко не детский Но мне хотелось Сделать именно так Если вам не нравится Мой выбор То пусть на первом месте Будет к примеру Там где живут чудовища Хотя этот фильм Тоже немногие понимают Ну вот такой вот Топ у меня получился Вообще все эти фильмы Я даже очень рекомендую К просмотру Не все из них Конечно вам придутся По душе Но на то она И магия кино Кому то нравится одно А кому то другое Ну а с вами был Сокол Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Под этим видео Не сильно меня ругайте За рекламу пожалуйста Вступайте также В группу ВКонтакте Твиттер, Инстаграм Все ссылки в описании Что ж Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok